коллектив доброе утро это дверь пистолет уже включен греется стойку поставил правда не в то место что давайте попробуем вот этот кант восстановить кантику остановить чтобы он был ровный убрать этот очень большой провал значит так доску нашел упор дверь чтоб край двери сейчас не тянуло сюда доску не нашел хотя тоже искал но здесь прекрасно становится зажим который будет держать что дверь пропеллером не выкрутила все что-то клеим что-то клеим такое можно и даже и такое то вот это и приклеим наверно не думаю что тут усилия будет офигенная пистолет и еще усилия разогрелся вот ждем так угол правильный угол неправильный пофиг правильный линию подтянул вроде ровненькая вроде все нормальненькая даже перетянуто но надо вот это место чуть подтянуть как раз и линия должна выйти и здесь чуть-чуть выйти как-то на сильно завалено и вот на данной машине когда нужно рифтовать три таких дверей офигенно поможет и себя купит и оправдает и вообще короче класс вот эта штука потому что вы даже не представляете как она сейчас здесь поможет к примеру к примеру только надо дверь немножко привязать дверь немножко привязать к примеру штучка до отверстий офигенно выручает и по крайней мере клипса уже офигенно в нее защелкнется вот по-быстрому смотреть клипс это уже и защелкнется только вот нас по терком пройтись ну да ну сейчас везде это поможет по сути если так вот все клипсы сделать чтобы совпадали и молдин защелкнется это все вообще можно не делать но все равно не видно если отверстия сейчас подписи все подтянуть на места и молдин защелкнется и даже если все это кривое внизу будет его все равно не видно ты думаешь так люди не делают почему мы должны выделываться и делать лучше мы должны быть как стадо делать мы должны как стадо делать плохо что там их выделяется с тобой просады вот надо тогда вот здесь что-то так бы стукнуть ну так не хочется здесь вот есть ребрышка потому что это без не красится так вот сейчас чуть-чуть не я не буду стучать потому что пдф пдр испортить потом малину у нас люди молдинги он сейчас вообще без клипс на трех направляющих держит вот три направляющие у нас молдинги очень такого знаете короче явно это не явно не оригинал и вообще что-то я очень много парился с этими дверьми выводками думал как будет сложно да фиг там сейчас направляющий выведем вот по крайней мере на этом молдинге видно что 3 идут в ряд я живу по не знаю как вы должны быть поэтому эти четыре в ряду они 45 в ряду 1 2 запоздалая до полтора два сантиметра то есть получается нам сейчас надо под линеечку вывести у нас два с вами уже под линейку выведенных раз два три совпал этот не совпадает буквально на дна на три миллиметра этот не совпадает буквально тоже на три миллиметра то есть по сути по сути сейчас если одену все вот эти клипсы я его полностью защелку и он будет стоять офигенно сути нам это выводить и нафиг не нужно а чё или нужно тут у нас я знаю до упора но если до упора вот все направляющие до упора вот он стоит сам еще молдинг имеет вот примеру вот здесь какой-то отливчик вот здесь какой-то вот отливчик типа литье было его ножиком срезали но не до резали и я когда составлю то я просто вот у меня в упоре это литье упирается здесь дает миниатюрный миниатюрный зазорчик то есть надо еще вот это литье взять аккуратно обрезать чтобы он полностью короче все офигенно классно и мне нравится определились я этому сейчас просто определились как идут вот эти штуки так 5 в ряду не 5 в ряду по верхнем у нас ни черта не видно по верхнем у нас три в ряду эти два в ряду значит этот ряд должен быть параллельно этому ряду этот ряд меня устраивает полностью этот ряд меня буду вот это надо подтянуть еще но он убить какой мягкая все разобрались легкотня сейчас от споттере вниз и все повезло что у нас с вами споттер индукционный 5 килограмм всего лишь веса вот здесь на улочке там правда дождик собирается но я думаю не успею вот у нас видите поломанная и ямка это мы не будем трогать это если человек захочет пдр сделать иначе или всю дверь красить или половину чертишой сбоку бантик а нам надо с вами сейчас этот споттер ямка ямы 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 ну то есть обкультурить дверь хотя ее по сути и не видно под молдингом но мы все равно оккультурим я там подняли тут тут подняли тут поднимаем то есть вот так вот так вот так вот так потому что глубокие сильно и пули ручкам не получится поэтому именно мостом а а а а а а Субтитры сделал DimaTorzok 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 поэтому тут непонятно или это надо разгибать или подгибать то есть это все внутри ну так у нас по сути здесь то и нормальный кроме здесь на застучать застучать и вот это вот место тоже как-то растучать это же там по покраске их поймите или красите в человеку внутри или не красить такое себе значит наружка у нас наружка у нас очень подавлено подавлене чем задняя дверь как-то легко далась мне и так должно быть примерно 5 и 8 5 и 6 5 и 6 это тоже принципе нормально 6 5 и 7 оставляем уход 5 и тут 5 и 2 здесь вниз надо выломать немного сейчас выломаем есть такое большое куза пипец здесь 46 на сантиметр меньше очень идет большое кузяка а что пиво сдуть надо вот это сейчас первым делом потянуть а тут уже или спутерами или опять же клеевой возьмем хотя не благо у нас есть теперь передняя дверь по которой мы можем полностью ориентироваться а передняя дверь у нас идет диатлетчики играет в одном месте другом не играет это что ковка такая ну то есть эта плоскость идет в принципе вся в плоскости это идет вся в другой плоскости переднюю дверь делать попроще потому что просто две плоскости от этого момента до конца 1 этот момент до конца другая поэтому нам также надо сделать у нас верхняя плоскость она вся прикольная не вопросов нету вопросы у нас начинаются от конта и вниз ну да она такая надо уровень какой-то короче ну тут что то она здесь очень сильно ударена почти два сантиметра вот на этом месте поэтому сразу сюда сходу можно клеевую приклеить и потянуть наклеил три штучки но довольно плохо приклеил потому что там радиус идет внутренние они плоские как бы немножко не те что хотели хотелось бы ну хоть так это был край и под углом неправильно тащим такое чуть-чуть вышло ну отвратительно отвратительно вышло потому что лебедка ниже уже не тянет она его как бы сейчас подрывает ну чё вытянули а да это нормально что-то вытянули подтянул еще один раз ну как бы да что-то уже вытянули а дальше ребро все сильно туда засажено если от края до края тут чуть ли не полтора сантима поэтому или споттер петельки по месту или снимать на стол ложить брать мост длинный там есть метровый или даже больше упор упор и тянуть наверно для начала тут по месту петельками возьмем почти пол двери готова вот здесь вот здесь было вот так и вот так должно быть не вот так а должно быть вот так 90 градусов ира хаски украски большое человеческое спасибо за то что продала горшику пасту полировальную в общем вот так должно быть примерно так 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 реклама не по а мы просто за то что она вам продала любое упоминание продукта и фирмы имени уже являются рекламой взял петелечки новые от андрея бещенкова когда-то прислал их пять лет хранились все свои списал потому что никакие были взял эти оцинкованные прикольно не знаю в чем прикол но даже длительность уменьшил как будто они из такого материала который лучше липнуть надо у него спросить вот у них хорошо липнуть я никогда на 70 не работал где-то сутки работу то есть еще раз два три потом еще и надо все это вывернуть у меня пока так именно мостиком балуюсь пункт согнул этот с газового лифта андрей бещенкова спасибо шумов подарил мне на день рождения тут написано вот виталию от бещенкова ах неправильно поставил чуть поднимает вверх его значит не про неправильно ножка где-то стало нам она не нужна а ухо тут буху Ну ба! Продолжение следует... Продолжение следует... Поэтому или рвет, или обрывает петельки. Это пулером. Это сложнее будет. Сейчас еще. Здесь ряд, ряд, ряд. Тут несколько рядов. И по сути... И по сути надо будет как-то вот эту дугу еще убрать. Не знаю, или мост, или кувалдой. Сейчас надо взять водительскую дверь целую. Положить ее на боком. Ну, наверное, так же. Чтобы была возможность молдинг новый примерить без клипс. Потому что я вот пытаюсь сюда приколхозить этот молдинг пока без клипс. А он у меня не колхозится. Я так вот примитивно петлями сейчас все подняли. Да, как бы вроде в ровные линии все выгнали, как я говорил. А вот он... А у меня он сильно чуть-чуть... А, я понимаю почему. Потому что его надо феном походу как-то погреть. Он очень кривой, низ. Ну, я же говорил, да, он мягенький. И получается, что... Вот если я его так вот ставлю... У него есть вот здесь направляющая. Место для клипсы. Здесь у нас вот этот элемент полностью целый. Вообще в идеале. И вот он поставился. Все хорошо. Если здесь еще более-менее как-то не четок. Что это вот такой вот за зазор здесь почти в палец? Вот это вот меня волнует. Вот этот как-то. Может это слив грязи? Ну, как-то вот он здесь становится... Не сильно хорошо он сюда становится. Как-то... Ну, тут он так и идет. Вот это не нравится очень. Ну, что это за зазор в 10 миллиметров? Такое. И сам прикол, что даже если бы я... Ну, у меня угол целый полностью. Здесь полностью целый угол. Поэтому сказать, что... А, ну, ну, в принципе, да. Вот формируется уголок. Не, нормально. Ну, такие они. Я просто помню, что у меня на Edge было не так. Начал смотреть, что у меня какие были. А у меня же Edge Sport. Они у меня, во-первых, были с двух частей. Во-вторых, они были крашены в цвет автомобиля. И если вот этот молдинг пытается вот здесь быть заподлицо с дверью, да. Дальше вот идет сильно, очень туда утопленный. То у меня на Edge же... Они же полностью были заподлицо. Ну, там Edge Sport. Он вообще не такой. Слушайте, ну, в принципе, нормально. Все равно надо померить на водительской целой двери. Целая дверь и новый молдинг. Дверь была целая. Там снизу каемка подогнутая. То не в счет. Во-первых, как он идет. Видно, да? Это верх. Это прилегание вверх. Вот как идет. Дальше. Ставим. От фонаря на направляющие на три штуки. Смотрим. Сразу тут пузырит. Потому что я только что показывал, какой он кривой. И это не... Ну, вот он. Место. Дальше. Вот это место под клипсу идеальное, идеальное, идеальное. Но если вот засадить его... У меня вот направляющая и деклипса уже упертая. Здесь большой такой зазорчик. Да я знаю, на машине этого ничего не видно будет. Но все равно. Литье плохое. Надо обрезать. Зазор, зазор, зазор. Что я там плотно выгоняю? А ты не надо обточить. Что я там плотно все выгоняю? Ну и здесь по сути так же вот. Большой зазор. Да, это одно таки есть, значит. Ну, короче, да. Молдинги немножко не такие. Неогти. А старый не такой, как новый. Ты правильно заметил? Затей червы, там полоса другая, у них такой. Это у нас какая дверь? Выше идет. Это у нас дверь задняя. А это не такие. Он выше идет. Он, да. Немножко не пойму. Эта дверь может быть с другой версией машины. Вот где старый молдинг упирался. Вот набитое его место. Какое джазпорта. Без вот этого. Блин, такое слово не могу подобрать. Наверное, называется. Без вот этого уступа. То есть они немножко не такие, да и пофиг. Живу за полоса. Да, родные такие, как были. Ну, в смысле, это как родные. Это полоса, потому что это дверь донорская. И на донорской двери стоял широкий молдинг, который вот идет полностью. Вот и все. Вот почему здесь есть такая, знаете, некая набитая полоска. Еще такой дурной вопрос, блин, непонятный по дверям. Как их делать? Первое. Можно сделать просто, чтобы было вот плавно, ровно. Клипсы все защелкнулись и классно. Можно сделать, чтобы шпаклевочкой все вывести. Чтобы каждый кантик отшпаклевать. Ну, мне кажется, это глупость, пипец. И вот я не знаю, на каком этапе мне заканчивать рихтовку. Сейчас еще пулерочком все пробегусь. В принципе, по провилку как бы все нормально. Надо просто эту дверь уже ставить и заднюю начинать рихтовать. Под грунт, Игорь, вывел. Видишь, минус 10? Минус 7. Но это не тут и не так. Это потому что что-то магнит дает. А оно сейчас намагниченное. Давай сейчас я размагничаю. А оно будет теперь в том месте показывать минус. Нет. Да, смотри сюда. Видишь, тут металл какой? И видишь, какой тут металл? Мы это уже обсуждали. Он в минусе бить не может. Это потому что магнит был рядом. Мы это уже проходили с тобой. Ого, 200, это что-то много. Там тычок острый был, да. Ну что, я еще не допилил? Не-не, нормально. Дай проверить. 250 максимально. Может, тут поменьше. Тут-то, тут-то, видишь, два тропина. 130, 145, 120. Ну вот. Короче, 250 максимально. Утро следующего дня. И это вчера Игорь под грунт сделал. Это на перебивку еще. Ему еще не сделано. У нас с вами по рихтовке. Эта дверь вчера сделана. Эту дверь я вчера на нычку еще подтягивал. дабы хоть немножко по-правильному это ребро вывести. Еще надо. Но это уже, наверное, мостом подтянем. Потому что клевая как-то она тут. Место такое. И вообще надо ее снять. Брусок, брусок и оттуда пробить. Потому что это уже она не прогнутая. Фиг его знает. После вот этих всех манипуляций выровнялась. А та у нас прогнутая. Здрасте. Поэтому сейчас разбираем карту. Надо еще открыть. Сейчас подсоединить массу багажник. И динамики, там ручки, все эти карты поныкать в багажник. Потому что они нам нужны аж только после покраски. Последняя дверь. Тут подвернуть. Споттер, споттер. Петельки, 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 петельки. Благо задняя уже отрифтована. И знаете, есть почему смотреть, почему равняться, от чего отталкиваться. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Вот есть ямка, сейчас это петельки пойдут, делаем чтоб пять было в одну линию, поправил, контролируем, ну они должны быть в одну линию, то есть еще немного. Такая себе работа, скучная, нудная, сидишь, спотыришь, у тебя можно и пулером все это повыдергивать, а можно вообще не выдергивать, тем более шпаклевать это никто не будет, с клиентом пообщались, Поэтому просто Игорь машинкой перебьет нормально, там эпоксидный грунт, потом база, потом лак, ну типа защитить от внешней среды и все. Все равно, надо чуть вывести, время есть, мы никуда не спешим. Кулером тут не получается, потому что снизу сильно погнуло и надо вот натягивать, а потом только много именно вот натянул, забивать много. Убрать их. Снизу сильно не снимаю, потому что оно все работает. Вся работа однотипная. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ура! Ещё одна дверь готова. Здесь вроде бликов нету, здесь всё вроде хорошо. Даже если бы и были, мы бы не трогали. ПДР-щик сделал бы, дабы человек не тратил деньги на покраску. Есть в каждом молдинге, в комплекте с молдингами идут клипсы. Это хорошо. Это потом, когда двери будут на машине, я, может, по одной поставлю или по несколько. Просто некий я дверь разбирал, дабы сюда ложить. И дабы доступ туда был. Отщёлкнуть, отщёлкнуть, отщёлкнуть. То есть можно верхний ради интереса защёлкнуть. Хотя я смотрю, оно всё хорошо, как бы. Всё не чёток. Всё не чёток. Будет хорошо. Можно идти ставить эту дверь назад. Дабы окончательно посмотреть на зазор между дверью и порога для резинки. И дабы, дабы, дабы. Тоже видно, да, какой он кривой немножко. Ну ничего страшного. Какая разница. Он кривой. Их всё равно снизу не видно. Поэтому пофиг. Сейчас просто надо назад поставить. Выставить окончательно зазоры. По резинке зазор. Далее. Это у нас уже всё выставлено. Эту дверь мы не снимаем, потому что я уже начал делать крыло. Там порог сам целый. Просто край крыла именно отгнил. Потому что там завода идёт текстолит подложенный для регулировки. Чтоб крыло типа выдвинуть наружу, задвинуть. Поэтому вот он и коррозирует. То есть машина сама не гнилая получается. Кузов не гнилой. А из-за текстолита пошла коррозийка. Я уже здесь начал крыло примерно делать. С утра. Подрихтовал. Потому что изначальный клиент хотел менять. Но да кое-что у менять. Он стоит кучу денег. Лучше нам пусть клиент кучу денег даст. Здесь вот надо будет латочку туда сделать. Потому что вырвало. И нету той отбортовки. Вернее она есть. Вот здесь гайка. Бол должен быть. Но мы там обрежем и новое варим. С другой стороны. Игорь все это дело вычистил. Открутил. Протравил чем-то. Я не знаю. У него там болот какой-то преобразователь. Я показывал много раз. Оно фиолетовым становится. Также сейчас надо с той стороны сделать. Пока я не приварил. Ну то есть мне сейчас надо на ту сторону двери навешать. Дабы зазор по крылу поставить. И сейчас уже как раз молдинги можно поставить. Посмотреть как оно будет все в целом. Поставил двери. Одел 4 клипции на верхний молдинг. Потому что я их достану. Для этого карты снимали. Вот внизу ни одной. Я считаю офигенно сидит. Ну так легко защелкнулся. Ну тебе просто я там достану. Как бы вон они белые. Далее. По зазорам. Это же вообще такой сложный в зазорах. Вот я помню. Если сделаешь к примеру вот по этому конку. Чтоб совпало. То этот не совпадет. Если сделаешь что по этому совпало. Этот может сильно не совпасть. Ну такое знаете. Оно как бы. Вот сейчас торчит передняя дверь по этому конту. А здесь офигенно хорошо. Даже уже задняя начинает торчать. Смотрите что я заметил по зазору. Зазор такой хороший хороший. Но здесь он чуть чуть меньше чем здесь. Это для Эджи полностью нормально. Это можно на это забивать. Это классно. Но. Игорь здесь обработал фиолетовая штука. Я вычистил. Сейчас крыло обрежу. Буду приваривать латку. Я заметил один момент. Зазор. Вот он ровный. Но эта дверь она сидит ниже. Она сидит ниже. По всем показателям она ниже. Опускать крыло. Оно приклеенное. Нет. Поэтому я сейчас предлагаю просто открутить. И на петлях ее немножко вверх поднять. Как раз. Вот там чуть чуть увеличится. И будет вообще песня. Ну как бы действительно вот он ниже. Если есть возможность сделать. По правильному надо делать. Тем более что тут. А потом вот он тоже поставим. Видите. Вон отверстие. Вон отверстие. Вон отверстие. То есть на верхнее можно. Верхнее я потом выщелкну. Сейчас вот здесь открутим. Открутим. Легонько перекручу ее вверх. И все. И будет поровней. День следующий. Доброе утро. Игорь готовит порог. Очень счастлив. Что я качественную атаку арестовал. Что ям больших нет. Одни бугорки. Да. В которых прыгаешь. Поэтому он сейчас аккуратненько побивает. Там шпаклевочки будут минимум. Минимум? Да. Ага. Минимум. Минимум. Как и здесь. Тоже он публикует везде. Готово, готово. Значит так. Смотрите. Мне по сути осталось там крыло померить. Вот такое. Вот это. У нас здесь такая неожиданность. Неожиданность. Снимать капот что-то вообще не хочется. Он просто. У неких машин знаете. Вообще нету регулировок. То есть. Он снял. Поставил здесь очень больший. Регулируется в разные стороны. Поэтому снимать не хочется. Дабы потом не мучиться. Да и опять же. Сними сейчас его куда-то ложи. Куда? На пол. Через тряпки. Так мы можем помять. Примять. Не хотелось бы. Поэтому помучаемся. Так поделаем. Снимаем. Снимаем. Резинка на клипсах. Резинку тоже наверное полностью сниму. Я правда не помню. Вот эти многоразовые. Но то есть. Получится ли аккуратно их снять. Чтоб резинку вообще убрать. Если нет. Все равно будет краситься под резинкой. Как-то переход делаться. Поэтому. Ну как-то отвернем сейчас. Коралловым. А резинку если что снял. Все клипсы выжали. Коралловым. Вычистил. Примерно. Где начинается коррозийка. Ну вот. До нормального металла. Плохо что отверстия два удалим. Ну ничего страшного. Придется свои просверлить. Ну как бы. И знаете. Не получится сейчас спрятать. Покраску под резинку. Ну я и сказал. Не беда. Если что дальше покрасим. А теперь взять это все. И попробовать вырезать. Ох какое оно тонкое. Я вырезал внутрь. Наружный металл. Который мы видим. Металл. Ну он тут такой знаете. Никакой. Дальше. Отпали коржи металла. Которые тоже никакие. А это вот толстый металл. Внутряк. Почти номерной. Это тоже мы вырезали. Выкинули. Сейчас еще раз чистим. Ну я смотрю тут дальше уже более нормальный металл пошел. Отверстие повредили. Сейчас еще дальше за отверстие. Так. Там перемычка. Которую не хочу вырезать. И скорее всего сюда поставим. Не было как бы. Тут два металла знаете. Толстый и декоративный. И вот как раз между. А ну да. Вот он идет. И поэтому прет ржавчина. Между двумя металлами. Сейчас еще. Короче. Вы сюда один толстый врежем. И все. Не будем там латать один. Толстый. Потом сверху накладка тонкая. Так. Возьмем двоечку. Сжахнем или полторушку. И вот будет. А это у нас шаблончик отверстий будет. Потом когда. Это я сейчас вырежу и поварим. Мы потом просто после покраски. Или до покраски. Приложим. И просверлим два отверстия. Чтоб мы не угадывали. Где клипса будет. И хотя можно сейчас было взять штангелем. Все отмерить. Но мы так. Мы так. Я еще немножко больше ее раз. Резал и вырезал. Сейчас это все. Цинкарем. Попшикал. Высохнет. И можно варить. У меня сварка пошла. Сварку снимать не будем. Потому что там существует миф. Что можно матресу на гамере спалить. Да и ничего тут снимать. Как я варю. Ну туда. Тут я прозевал. У меня тут 5 миллиметров зазор. Ну бывает. А тут. Ну 4. А тут мне стало просто лень. Такую фигуристую ладку делать. Мне проще заварить. Тем более там второй металл. Сейчас надо так заварить. Чтоб шов приварил не только 2 наружку. Но и захватил третий. Тот. Внутренний. Вот как бы вообще надо было вот так вот по уму везде сделать. Но я на таком большом токе и так прожгу. Учись студент пока я не уехал в Польшу к Пану на клубнику. Хотя с этого ракурса могу показать как говорю. Потому что камера сдох. Там зарядка. Хотя у нас есть Витоловский фонарик. У которого есть зарядка. Можно было и так. Картон мокрый лежит на капотке. Поэтому не боимся что что-то прогорит. Картон мокрый лежит на капотке. С промежутками большими варим. Потому что как бы тыкаешь тыкаешь. А все равно нагревается. Тряпка мокрая. Хотя вряд ли там все равно еще один металл есть под наружкой. Но пусть будет так. Заполняем, заполняем все. Деругайся мы снимаем. У меня готово все. Заварено. Есть тут какие-то такие моментики. Но это просто сварка. Это не сквозное. Сквозного ничего нет. Я попытался фонариком просветить. Шаблончик дальше вставили. Наметили. Дабы капот не просверлить. Гаечек накинули. Я тут его привязал. Чтоб сильно высоко не был. Ну то сверло. Сейчас еще фасочки поснимаем. Ригелечек ответочку мерил. Потому что могло бы быть так, что игры прошпакрюли. Да, оно как надавит. Ровненько. Все. Почти. Я имею ввиду, что все. Моя работа по машине почти. Ну вернее, пока закончена. Месяц назад. Я пока примерно месяц назад. Я показывал монтировки. Вот такие. Ну как монтировки. Отвертки, да, кривые. И вы знаете, я только что закончил капот. Начал убирать инструмент, развешивать. И увидел эти монтировки. И вспомнил, как я вчера крыло делал. Я, кстати, забыл вам показать крыло. И я вспомнил, как я... Тут вывернутая была. Как я делал крыло. И мне, чтобы поставить эти все внутренние усилители, надо было кривую отвертку. И я взял самую большую отвертку и мучился. И вот сейчас, когда убирал, увидел вот те вот монтировки. И понял, как им и было бы классно вот это рихтовать. Ёлки-палки. Это потому, что надо вешать на видимое место. Они висят. Нет, просто когда ты возьмешь монтировку... И сделаешь одну или две машины теми монтировочками, тогда ты к ним привыкнешь. И когда следующая работа приедет, ты будешь знать, что они есть. А тут мы просто забыли, что они есть. Вот тут висит половина, забывай. Ну да, я согласен. Вчера стояла одна дверь, стояла вторая дверь. Молдинг был одет. Молдинг был одет. И я сапожок подгонял тоже по молдингу. Ну то есть я молдинг на сапожок полноценно на клипсу и на 4 клипсы, 3 и еще вот снизу. Я его раз 10 ставил. То есть потому, что у нас было выкрученное крыло, оторванный усилитель. Это тоже все помято. И вот тут есть такой тычок. И я так вот, вот той кривой, вот туда вот, чик, надавить было, елки-палки. О, кстати, пока снята дверь, можно тут тычочек выдавить. Хотя он все равно закрывается. И тут крыло такое жидковатое, что лучше тогда, ладно, не трогать. Значит, по крылу я отрихтовал его и я приварил сюда латку. То есть по сути оно не гнилое, оно просто вырватое было. Хотя можно было и шайбами убережать, но вот это новый металл. 10 миллиметров отступил от угла, там отрезал и просто приварил. То есть я вчера еще вот этим занимался. Вот там Игорь в тик-ток вел трансляцию, это все на трансляции делалось, поэтому я видос не снимал. Субтитры сделал DimaTorzok